всем доброго дня такой у нас сегодня прекрасный денечек хотя и дует ветер и вот у меня уже расцвели розы но еще конечно не все расцвели уже вот такая красота вокруг этот прекрасный день сегодня пасха поэтому конечно же поздравляю всех таким чудесным праздником природа радуется и мы вместе с ней вот у меня еще такой огромный куст белые розы показываю каждый год если так отойду в сторону то его ширина где-то наверное полтора два метра то есть рядом такие кустики только зацветают небольшие хотя высокорослые а этот куст огромный белый белый и розы так что аромат стоит только отцвела глицения и начинает цвести розы розочки все разных цветов необычный первые года прям постоянно покупала такие розы сейчас уже хочу побольше хвойников посадить потому что жару все таки роз плохо переносит сегодня не работаем гости к родителям еще розочка такая такая красота сколько еще бутонов не открытых вот колосится же малина цветет с этой стороны малинка уже что цветет что цвело ряды ягод самые первые ягодки уже будут где-то 10 июня наверное так приблизительно ну вот пришли мы к родителям поздравить маму с праздником немножко пройдусь давно некогда было все некогда посмотрю что тут на участке изменилось как у нее там все выросло все цветет немножко снимаю так ну вот тут цветочки тоже у нее все прибрали пропололи персик и яблонька уже большие так и вот розочки желтые сейчас цветут хорошо свойники подросли сажали совсем маленькими маленькими ирисы цветут японская его воткнули одну палочку уже целый кустик вырос золотистая смородина прямо вся усыпана все веточки ой сегодня ветер такой сильный так здесь мама картошку насадила в конце участка малина больше огород ничего не сажала что в теплице еще тоже нет да в теплице еще ну как всегда мама много на пекла на готовила вот уже чай пьем не стала снимать полностью застолье наелись напились и домой пошли хорошо что рядом все живут пришел посидел и домой так что вот как всегда самовар у нас который на дровах постоянно ставим на праздники в этом году праздники один за другим получается только первомайские праздники закончились и началась паска паска закончилась идет 9 мая 9 мая закончится родительский день и вот так постоянно праздники праздники застолья но потом уже после четырнадцатого числа уже на начнутся трудовые будни это сейчас мы едем по городу я снимаю по дороге часто бывает что забываю что-то снять и как только вспоминаю сразу включая фотоаппарат это центр города видите уже город весь в предвкушении лето все уже цветет и благоухает много зелени во многих регионах россии в этом году весна прям очень холодная мне присылают фотографии из москвы из питера что то дожди то град у нас дождей давно уже не было хотелось бы чтобы дожди были вот но ночью все равно прохладные все таки растениям нужно чтобы ночью было более теплее тогда они активнее в рост пойдут ну и также были какие-то такие дожди вредные потому что у меня четыре дерева пропали хотя я всегда обрабатываю их в общем все равно три черешни один персик заболели манилиозом и не смогла я никак их спасти в итоге в общем получается весной я посадила три дерева четыре дерева пропало поэтому вот так трудно здесь что-то вырастить вечно какие-то заболевания подхватывают растения и деревья а может быть химия который я обрабатывала тоже говорят что много подделки и поэтому вот так не повезло но на сегодня все всем тепла весны еще раз со всеми праздниками которые прошли и до встречи на канале